В эфире телеканала ННТ Новости Дагестан, студия Эльмира Зубаирова. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем сегодня в выпуске. Взламывал окна и вычищал кассы. Серийный вор в Махачкале обокрал магазины на полмиллиона рублей. Расплата за чужие долги. Сотрудница администрации Кизилюрта обвиняется в получении взятки. Подробности в выпуске. Новое направление появится в аэропорту Махачкалы. На этот раз столицу Дагестана воздушная гавань свяжется с Екатеринбургом. Махачкала и Хасавюрт поделили золото поровну. Об итогах чемпионата Дагестана по вольной борьбе расскажем в спортивном блоке новостей. В Дагестане из-за аварии в электрических сетях остались без света почти 200 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления республиканского МЧС. В зону отключения попали более 12 тысяч домов и 70 тысяч человек. Это жители Шамильского, Тлеротинского и Цунтинского районов, а также Бештинского участка. Энергетики филиала Дагенерго устраняют причины нарушений электроснабжения. Серийный вор ограбил на полмиллиона рублей магазины Махачкалы. 26-летний задержанный орудовал несколько месяцев и действовал по одному и тому же принципу. Ждал, пока коммерческие объекты закроются, вооружался отверткой и проникал в помещение. Таким образом, подозреваемый обчистил кассы с шести магазинов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Парню грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Следователи провели обыск в администрации Кизилюрта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Дагестана. Спецмероприятия проведены в рамках уголовного дела, которое ранее было возбуждено на сотрудницу мэрии за взятку. В конце прошлого месяца местный житель заплатил чиновнице 200 тысяч рублей за списание долга, который у него накопился перед администрацией за аренду земли в районе Сулакской ГЭС. Стражи правопорядка изъяли должностные инструкции подозреваемой, электронные носители информации и договор аренды земельного участка. Новый авиарейс соединит столицу Дагестана и Екатеринбург с 29 апреля. Полеты будут выполняться два раза в неделю. По четвергам и воскресеньям самолет будет отправляться из аэропорта Махачкалы, а обратный рейс из столицы Урала планируется запустить по пятницам и понедельникам. Время в пути для пассажиров составит порядка трех часов. Как сообщает пресс-служба аэропорта, летом количество рейсов в неделю будет увеличено до 11. Поездка представителей муфтята Дагестана на освобожденные территории завершилась итоговым аджлисом. Участие в нем приняли духовный лидер Луганской Народной Республики и его хазраты. На мероприятие были подведены итоги миссии и на замену им уже отправилась следующая делегация богословов из Дагестана. Подробности в сюжете Айше Тухаевой. Председатели Совета Имамов Хасаверта, Кизляра, Хасавертовского, Кизлярского, Бабайуртовского и Тарумовского районов, районные имама и их помощники больше двух недель находились в зоне военного конфликта. Главной миссией их было помочь мусульманам, которые в жестких условиях военной разрухи соблюдают ислам. Для чего мы собираемся на зикр? Для чего мы сегодня собираемся на пятничные дюм'а вместе? Почему является соной прийти в мечеть, сделать намаз? Это все для чего делается? Чтобы укрепить между братьями любовь, чтобы укрепить между нами это братство, которым нас призывал посланник Аллаха саллиллаху алейху ассалям. Муфтий Луганской Народной Республики – нередкий гость в Дагестане. Он проникся теплыми чувствами и к республике, и к муфтияту региона, работники которого неизменно оказывают ему поддержку. Чтобы это знание распространяется и дальше, может быть, кто-то из наших представителей будет учиться и в вашем университете, чтобы получали знания, серьезные знания и распространяли их. Сейчас я хочу слово так же передать нашему брату Шамиле. Это мой любимый брат, которого я первый раз в посещении Дагестана с ним встретился. И тоже очень теплый прием был оказан мне. И через его прием я, можно сказать, даже полюбил эту республику. Мы вас любим, дорогие мои братья и сестры, которые здесь находятся. Поэтому, переживая за вас, за ваш Ахират и за себя тоже, в первую очередь, когда мы доносим знания и мы получаем от Всевышнего блага. Поэтому приехали, еще раз приедем, еще раз будем приезжать. Как нам Хазрат будет об этом говорить, будем каждый раз здесь оказываться, иншалу. В завершение маджлиса духовный лидер Луганской народной республики вручил благодарственные письма представителям делегации из Дагестана. Айша Тухаева, Мухаммад Расул Дингаев, Дауд Гасанов, Новости, ННТ, Луганская народная республика. Дзюдоист Рамазан Абдулаев взял золото на турнире мировой серии «Большой шлем». Соревнования проходили в Баку. В столице Азербайджана Абдулаев провел пять победных встреч. Две из них с хозяевами ковра, а также с представителями Кубы и Узбекистана. В финале же был повержен французский спортсмен, призер Олимпийских игр Люка Мхидзе. Золото «Большого шлема» в Баку Абдулаев выиграл во второй раз подряд. Этот успех позволил дагестанскому дзюдоисту подняться в мировом рейтинге на восемь позиций. Теперь он на 13-м месте и идет первым из россиян в весе до 60 килограмм. Махачкала и Хасавюрт поделили золото поровну. Награды чемпионата Дагестана по вольной борьбе разыграли в Каспийске. Турнир открыл публике новые имена. Также свой уровень подтвердили и опытные спортсмены. Об итогах баталии на ковре Олимпийского дворца спорта расскажет Курбан Рагимов. Именно эта атака стала ключевой в решающей схватке Хасавюртовцев Эльдара Ахмадудинова и Рамазана Ферзалиева. Вольник из школы Умаханова дошел до финала с травмой колена. Уступая с минимальным преимуществом, призер молодежного первенства мира в концовке нашел себе силы для финального штурма. Чемпионат Дагестана среди взрослых Ахмадудинов выигрывает второй год подряд. Ну я готовил к концу эту атаку. Я понимал, что я уставший, надо до конца дождаться. Я надеялся на эту атаку. Вел схватку хорошо, потом как-то чуть устал и трибуны тоже подталкивали. Отца слышал, тренера слышал. И как-то вот так собрался я. И уже как бы отдался, как мне не было уже выбора. Или проиграть, сдаться, или идти вперед. Я вот атаку готовил, как я сказал, и у меня она получилась. Альхамдуллах. Публика в Каспийске насладилась не только яркой борьбой опытных мастеров, но и открыла для себя новые имена. Всего на ковер Алиевского дворца спорта вышли порядка 250 вольников из разных уголков Дагестана. Одним из открытий этих соревнований стал 18-летний Магомед Гаджи Магомедов. Воспитанник столичной школы Садулаева праздновал успех в весе до 92 килограммов, проведя четыре победные встречи. В финале ученик заслуженного тренера России Эльдара Нажмудинова оказался сильнее земляка из спортшколы Гамидова Абдуллы Гамзатова. Попадались мы. Третий раз у нас эта схватка. Два раза ему проигрывал. Вот этот раз выиграл. Ни разу не побежал. Этот первый раз у меня получается по мужикам, что выиграл. Четыре поединка провел. Все были тоже сложные, хорошие схватки. Всего борцы оспаривали награды в десяти весовых категориях. Если в первый медальный день отличились хасавюртовские вольники, завоевавшие три золота из пяти, то во второй день этот результат повторили столичные борцы. В итоге у лучших борцовских школ республики по пять золотых медалей. Только по общему количеству наград разной пробы хасавюрт вышел вперед. Двадцать против семнадцати. Боролись все. И молодые ребята боролись, и взрослые боролись у меня, и призеры. Ярыгина, Касум Касума стал чемпионом здесь. Плюс, да, молодые ребята очень понравились. 57 килограмм молодой парень выиграл у нас. Потом 92 килограмм молодой. Вообще 2005 года парень молодой, очень одаренный парень. Потом есть новые имена, есть, конечно. Поэтому я рад, я думаю, они наши, замена наших будущих, взрослого поколения нашего. По результатам соревнований тренеры сформируют сборную для участия в чемпионате СКФО. Турнир пройдет в Нальчике с 22 по 24 февраля. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!